Феноменализм 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 что постоянных возможностей опыта достаточно для существования объекта. Эти постоянные возможности можно было бы проанализировать в виде условий, таких как «Если бы у меня были ощущения типа Y, то у меня также были бы ощущения типа X». Однако, как эпистемологическую теорию о возможности познания объекта внешнего мира, наиболее доступную формулировку феноменализма, возможно, можно найти в трансцендентальной эстетике Эммануила Канта. Согласно Канту, пространство и время, которые являются априорными формами и предпосылками всякого чувственного опыта, относятся к объектам только в той мере, в какой они рассматриваются как явления, но не представляют вещи в себе. Хотя Кант настаивал на том, что знание ограничено явлениями, он никогда не отрицал и не исключал существование объектов, которые не были познаваемы посредством опыта, хотя он никогда не доказывал это. Таким образом, эпистемологический феноменализм Канта, как его называют, весьма отличается от более ранней антологической версии Беркли. С точки зрения Беркли, так называемые вещи в себе существуют только как субъективно воспринимаемые совокупности ощущений, которым гарантируются последовательность и постоянство, поскольку они постоянно воспринимаются разумом Бога. Следовательно, в то время как Беркли считает, что объекты – это просто совокупности ощущений, Кант считает, что объекты не перестают существовать, когда они больше не воспринимаются каким-либо чисто человеческим субъектом или разумом. В конце 19 века еще более экстремальная форма феноменализма была сформулирована Эрнстом Махом, которая позже была развита Расселом, Айером и другими логическими позитивистами. Феноменализм, сформулированный Махом, это точка зрения, согласно которой объекты являются логическими конструкциями свойств восприятия. С этой точки зрения сказать, что в другой комнате есть стол, когда в этой комнате нет никого, кто мог бы его воспринимать, значит сказать, что если бы в этой комнате кто-то был, то этот человек воспринимал бы стол. Имеет значение не фактическое восприятие, а условная возможность восприятия. Американский философ Артур Дантел утверждал, что феноменалист верит, что все, что в конечном счете имеет смысл, может быть выражено в терминах нашего собственного чувственного опыта. Он утверждал, что феноменалист действительно привержен самому радикальному виду эмпиризма. Для него ссылка на объекты – это всегда в конечном счете отсылка к чувственному опыту. Для феноменалиста объекты любого рода должны быть связаны с опытом. Джон Стюарт Милль однажды говорил о физических объектах как о постоянной возможности переживания. И это по большому счету то, что использует феноменалист. Все, что мы можем иметь в виду, говоря о физических объектах или нефизических объектах, если таковы имеются, это то, какой опыт мы получили бы, имея дело с ними. Однако феноменализм также основан и на ментальных операциях. Сами по себе эти операции неизвестны, если исходить из чувственного опыта. Думаю, на этом все. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok